здравствуйте дорогие друзья в эфире телепередача эйвон красивое дело студии наталья дамберг и сегодня у нас гостях елена зварычева лидер компании эйвон здравствуйте елена здравствуйте наталья и поговорим мы сегодня о бизнесе о бизнесе о женском о том как бизнес строит женщины в компании эйвон елена расскажите как все начиналось начиналось во первых это очень давно 15 лет назад в то время я была студенткой педагогического института обычной девушкой с очень скромными доходами с крошечной стипендией которая хотела покупать себе косметику с хорошей скидкой как потом оказалось я позвонила по объявлению в газете и стала представителем нашей компании меня тогда очень подкупило то что в нашей компании не было вступительного взноса лен я правильно понимаю что сначала выбрали косметику только для себя потребность такая была изначально я покупала для себя но я и зарабатывала тут причем я была победителем программы президентский клуб я человек амбициозные для меня была важна победа в этой программе было большое количество клиентов был достаточно хороший доход была своеобразная самореализация на тот момент для меня интересно а как вы приняли решение двигаться дальше как вы приняли решение стать лидером компании прошел примерно год такой моя работа и мне захотелось просто чего-то нового большего какой-то новой вершины наверное который двигаться на тот момент у нас так активно не предлагалась должность координатор и мне пришлось самой обратиться попроситься чтобы я стала координатором даже так даже так да вот на тот момент кстати говоря такого обучения шикарного и таких мотивационных всевозможных там не знаю роликов тренингов развивающих встреч не было то есть мы фактически варились в том не знаю что знали сами вот то есть я обратилась к нашему дивизионному менеджеру очень рада что она меня тогда в меня поверила и меня взяла вот и вот в 2000 году я стала координатором нашей компании но и как вашего судьба карьера уже в новой роли развивалась компания что вы делали для того чтобы быть вот такой успешной иметь тот бизнес который есть у вас сейчас мне кажется главное не скучать что ли на своем деле на своем месте мне очень нравится эта сфера нравилось всегда и будучи став координатором точнее тогда не было элит клуба или не было старт бонусов тогда был только звездный клуб это клуб для лучших и мне сразу захотелось конечно же туда и в общем-то я стала очень сильно стремиться для меня это было стимулом конечно было очень активно максимально набирала представителей максимально общалась с кем только могла относилась к этому именно как бизнесу вот мне кажется это очень важно что многие начиная они не знаю может быть не очень верят лена что такое вот вы говорите я набирала активно представителей что такое набирать представителей я предлагала людям купать продукцию для себя со скидкой зарабатывать на этом каждому свое принципе и сколько у вас теперь таких вот представителей на сегодняшний день штат структуры это около 2000 человек моя личная группа около 400 огромный бизнес ну да достаточно скажите вы а сама управляете все этой структурой общаетесь со всеми людьми 2000 человек это очень много нет конечно это достаточно сложно было бы сделать у меня команда команды из координаторов лидеров это совершенно разные люди но все увлеченные этим бизнесом они конечно же у каждой из них есть своя личная группа и они работают с ней развивают ее я скорее работаю на с личной группы это около 400 человек и с командой координаторов непосредственно а что вот вы делаете говорите с командой координаторов что вы с ними делаете где этих людей берете координаторов теперь уже знаете какого-то универсального способа или как я говорю волшебной палочки к сожалению не существует то есть важно быть увлеченной своим делом и где бы мы не были предлагать такую возможность конечно без фанатизма там не приставать каждому человеку с этим предложением вот просто я рассказываю о себе я рассказываю о том что здесь действительно можно зарабатывать о том что действительно можно построить карьеру и в сравнении со многими бизнесами этот бизнес с минимальными рисками и с достаточно большими возможностями и в общем то предлагаю просто всем лен а как вы берете этих координаторов откуда вы берете их и что это за люди такие как они становятся из представителей координаторами если работать с представителями набирая координаторов из них то как правило действую таким образом что я анализирую отчет смотрю за динамикой представителей если я вижу что человек допустим он активен он регулярно размещает заказы если то есть я понимаю что он умеет находить общий язык с клиентами вообще их в принципе находить то я стараюсь не обязательно пообщаться любым способом лично по телефону или списаться и предложить нашу эту нашу интересную работу лен скажите а вы вот этих новых координаторов поддерживаете каким-либо образом что вы им говорите как вы их учите предварительно например я их приглашаю на встречу мы называем собеседование пусть так немного строго вот но на этой встрече я рассказываю скажем и про то как здесь интересно и выгодно и увлекательно но обязательно и рассказываю о том что здесь также есть сложности чтобы человек не питал в облаках и не думал что там я пришла вот как некоторые говорят сижу такая красивая в офисе ко мне все приходят и регистрируются то что некоторые так почему-то считают вот конечно все это рассказываю и в первую очередь поддерживаю их своими знаниями как могу то есть я их развиваю обучаю показываю встречи первые встречи она обязательно проводит вместе со мной в моем офисе в моем присутствии чтобы растерявшись она была поддержана допустим мной то есть вот такая вот постоянная поддержка вы ведете этого человека не могу сказать что каждый день нет конечно то есть на начальном этапе это сколько-то встреч далее опять же от человека зависит некоторые не любят такой гиперопеки но я в принципе не сторонник прям вот такого всецелого погружения в человек то есть я отдаю ей эту информацию говорю о том что у нас есть также развитие от дивизионного тренера обязательно напоминаю ей об этом вот и она как правило далее отправляется какое-то в такое свободное плавание но мы периодически конечно же встречаемся для того чтобы обсудить накопленные у нее вопросы проанализировать допустим полученный отчет понятно лена вот вы сказали что есть сложности на этом пути что это за сложности как вы их преодолевали может быть как вы помогаете с этими сложностями вашим людям справляться вашей команде конечно трудности бывают координаторов изначально точнее они их пугают то что самое страшное это выйти из зоны комфорта вообще начать что-то делать новое безусловно есть такие какие-то стереотипы мне сложно будет найти представителей или какие-то страх очень часто до случается в этом случае но я их само собой рассказываю про свой опыт рассказываю про опыт своих координаторов говорю о том что мы с тобой обязательно это попробуем вместе кроме того говорю что у нас есть обучение приглашаю туда и на свои личные встречи и ну допустим если говорить конкретно про акции люди очень как-то боятся что скажут или а как я подойду как на меня посмотрит то есть мы с ней выходим вместе и я сама беседую с людьми она видит что это разговор происходит достаточно легко вот и даже когда допустим мне отказывают я говорю посмотри то есть это не пугает это не приводит в какой-то ступор а что вы на этой акции делаете что это за акция такая что там происходит чему вы людей учите мы разговариваем в принципе допустим если в торговом центре с посетителем торгового центра рассказываем знакомы ли они с компанией говорим о том что мы так прям напрямую ну по-разному сценариев же много то есть если это праздник какой-то то там одна тематика то есть большей степени мы говорим что здравствуйте компания сегодня проводит допустим бесплатную акцию мы рекламируем новый аромат или там позвольте продемонстрирую этот аромат по разному сценарии хорошо лен а вы говорили о том что есть обучение у у тренера да у вашего бизнес тренера скажите что это за обучение насколько она не знаю вам помогает помогает вашим людям как часто оно происходит обучение слава богу есть я всегда тоже подчеркиваю что девочки компания развивается и то что было раньше то что сейчас это небо и земля сейчас координатор все целы так скажем он и замотивирован он и обучен и всевозможные инструменты ему предоставлены которых не было раньше ну и в частности тренинги они идут в ногу со временем то есть есть тренинги так скажем академические то есть в классе когда тренер приезжает но это не так часто просто в силу там удаленности тренера происходит но очень удобно форма вебинаров то есть я им презентую на на первой даже буквально встречи на назначении координатора рассказываю какие-то тренинги насколько они важны когда они будут как подключиться чисто технически потому что не все пользовались вебинарными комнатами некоторым это слово еще страшнее я вижу что вы сейчас так активно бизнес через интернет начинаете до вести там вебинар у вас по скайпу я слышала вы подключаетесь все возможные способы используете да стараюсь по крайней мере но хорошо давать лена расскажите какие у вас вот планы на будущее 2000 представителей город магнитогорск вы вот как планируете дальше развиваться эти планы конечно же связано с эйвен ближайший план в 2015 год это для меня будет 14 год подряд который я очень надеюсь уверена что подтвержу статус бриллианта для меня это очень важно заранее не надо наталья лучше в конце года хорошо договорились вот безусловно рассчитываю получить автомобиль по результатам этого года потому что в программе звездный клуб это один из самых крупных призов и как раз по итогам этого года само собой то есть я не планирую оставить свою структуру в числе 2000 я очень хочу и расширить я говорю про представителей про координаторов и мы планируем и расширить семью и переехать за пределы куда-то не жить в городе магнитогорске сейчас как раз возможности развития и вообще ведения бизнеса через интернет то есть есть на возможность жить другом городе и вот этот ваш бизнес 2000 представителей нормально абсолютно будут функционировать магнитогорск ну я продумываю этот момент думаю что да да хорошо лен скажите пожалуйста но вот вы говорили о том что автомобиль вы хотите получить а вы еще какие подарки от компании получали в чем участвовали в каких программах наталья за 15 лет боюсь что все я не вспомню то что меня всегда мотивирует это мои птицы наши путешественные мои тоже то есть их действительно было очень много путешествия за счет компании это нечто необычное не просто поездка куда-то а это в компании единомышленников это такой большой тренинг который во время происходит не знаю на берегу моря можно то есть это вот так назвать да то есть это компания лучших координаторов россии то есть вы там и опыта меняетесь вот вот я об этом да и при этом отдыхают да и при этом отдыхаете да ну и конечно автомобиль это не первый а у меня была такая хорошенькая история когда я озадачилась мыслью как получить сразу два две машины в подарок то есть у вас было когда-нибудь такое наташ я вот будучи в интересное положение встречала автовоз сразу с двумя машинами и думала как же мне все три перегнать домой то что на дно я приехала на свои еще две вот от компании привезли от по звездному клубу подарок был и по квартальной программе опелькурс так что вот такая приятная вещь наша компания тоже есть хорошо лен скажите что бы вы хотели пожелать нашим зрителям нужно верить в себя нужно не бояться и дорогие зрители если вы хотите строить свой бизнес вместе со мной я работаю со всей россии милости просим контакте сварочева елена дорогие друзья это была телепередача иван красивое дело а мы с вами прощаемся я наталья дамберг и до новых встреч а